Всем привет, вы на канале Стивен Геймс и сегодня я хочу, хочу поговорить и сделать обзор на персонажа Batman Beyond анимированный, либо из мультсериала. Я недавно, да, из мультсериала, я недавно, конечно, посмотрел, зашел, как, что у меня там творится с обзорами и понял, что я не записывал обзоры больше месяца, да, больше месяца, по той причине, что монтируется, монтируется данный обзор очень сложно, и поэтому у меня из-за нехватки времени все время нет времени, опять же, блин, как много слов время записать этот обзор, но не важно, я как бы готов это сделать, я готов это сделать сейчас, если вы хотите увидеть следующий обзор, ну, я не знаю, через недельку-две, то, скорее всего, вам нужно поставить лайков как можно больше. Что ж, и давайте попробуем это сделать. Сразу скажу, что Batman Beyond мало чем отличается от остальных Бэтменов, ну, в принципе, они идентичны. Есть небольшие, конечно, там разногласия в суперударах, в уроне, но если взять в целом этих четверых, либо пятерых персонажей, я не помню, сколько всего Бэтменов в игре, я сразу скажу, признаюсь. Но, блин, отличить вы их практически не сможете. У каждого есть своя фишка, и в каждом Бэтмене, я скажу сразу, кроме обычного Бэтмена, фишки эти, они очень интересные, именно пассивки. О пассивке мы в скором времени поговорим, потому что реально вот эта вот часть очень и очень интересная. Вебка, я не знаю, немножко лагает, я вот сейчас хочу проверить. Вроде все более-менее нормально, но не знаю, как это повлияет на сам ролик. Что ж, давайте перейдем непосредственно к самому Бэтмену, потому что мне самому не терпится уже узнать, на что он способен. Все-таки я, когда снимаю обзоры, я также анализирую благодаря этим обзорам персонажей, и мне довольно-таки интересно становится на них посмотреть и поиграть даже ими. Поэтому, что ж, погнали. Первая часть обзора, это, конечно, изучение его суперударов и пассивки. Погнали. Что ж, первая пассивка, это минимальное преимущество. Применив особую атаку, Бэтмен ненадолго получает усиление. Что это значит? Это значит, что к каждому суперудару будет приложено какое-то усиление, а это самое-самое интересное. Особая атака, я называю это суперударами, но уже вошло в привычку, поэтому особая атака, сейчас я перефразирую через, ну, можно сказать, как я сам это понимаю. Применив суперудар, Бэтмен ненадолго получает усиление. Вот таким вот образом. Взрывчатый батаран повышает основной урон. Это значит, что если вы используете суперудар первого уровня, то вы повышаете основной урон. Основной урон, это тот урон, который вы наносите, там, я не знаю, кулаками, тапами, свайпами. Это довольно-таки интересно, и это невероятность, а это именно, если вы используете суперудар первого уровня, то вы нанесете на 100% этот основной урон. Точнее, повышаете свой основной урон, там, я не знаю, на сколько процентов здесь не написано, но, блин, раз мы повышаем, это, конечно, хорошо. Бэтмен будущего повышает вероятность критического удара. Вероятность, а это значит, что не всегда. Вы можете использовать суперудар второго уровня, а именно Бэтмен будущего, но при этом у вас не появится никакого критического удара. Но вероятность этого удара есть, поэтому, ребят, используйте суперудар второго уровня почаще. Почему? Я потом расскажу, у него неплохой урон, и он может вырубать большинство персонажей. Это так, навскидку. И темный рыцарь повышает вероятность критического урона. Опять же, вероятность, это значит, что вы можете неназисти этот критический урон. А сразу сказать хочется, что критический урон, это как минимум 4000 жизней, а это довольно-таки неплохо, особенно для Бэтмена. Что ж, темный рыцарь, тоже суперудар довольно-таки неплохой. Сразу скажу, опять же, по урону, потому что наносит он около 100 тысяч урона, а это значит, что вы без каких-либо проблем сможете вырубить того же Шазама. Но к нему мы перейдем опять же вот сейчас, именно сейчас, через несколько секунд. Что ж, первый суперудар, взрывчатый батаранг. Бэтмен сбивает противника взрывчатым батарангом, шанс оглушить. Этот суперудар не рекомендую использовать, только потому что он наносит мало урона. Если вы уже добиваете персонажа, у вас осталось совсем чуть-чуть, и есть суперудар первого уровня, то тогда используйте. Во всех остальных случаях, максимум, когда его можно использовать, это если вам нужно усиление обычного урона, точнее, ну, основного урона. Потому что пассивка дает вам шанс это сделать. Даже не дает шанс, а вы это сделаете на 100%. Бэтмен будущего. Это суперудар второго уровня, и здесь я хотел бы сказать, что Терри выставляет на показ возможности своего костюма, выполняя серию акробатических... Сам по себе суперудар неплохой, и как его пассивка очень и очень хорошая, так и сам по себе суперудар 77 тысяч урона. Сразу скажу, почему у меня 77 тысяч, это максимальный урон. По той причине, что я использую карточки кредита Ленса, там, за кредит Ленса. Покупаю карточки, тем самым у меня увеличивается максимальный урон здесь, и он составляет 77 тысяч. Без карточек, по-моему, около 72-х, там, 70 тысяч, я точно не помню, но это тоже неплохо. Вырубить вы сможете любого персонажа, там, по типу Найтвига, по типу любого Серебряного Перса, ну, кого еще? Ну, блин, честно говоря, Дестроука, того же Дестроука, по-моему, у него тоже не так уж и много жизней. Того же самого Бэтмен Лет Псиархэма, потому что у него около 68 тысяч, либо даже, нет, у него даже 62-68 тысяч будет, где-то так. Но сам факт того, что этот суперудар неплох, это я вас уверяю, в этом я вас уверяю. И Темный Рыцарь, Темный Рыцарь, это Бэтмена обрушивает на противника весь свой арсенал, не блокируется. Суперудар отменный просто, это третий уровень, это атака, где урон составляет 97 тысяч, но я говорил, что около 100, но 97 тысяч, это можно вынести Шазам, это статика, кого угодно. Даже ту же Рейвен обычного можно вынести этим суперударом, хотя даже и суперударом второго уровня это можно сделать, но у обычной Рейвена есть пассивка, где она при потере до 20% жизни, она восстанавливает и забирает у вас все ваши жизни. Тем самым рекомендую использовать только суперудар третьего уровня при ней, потому что он реально тащит. Я хотел бы рассказать вам еще один секрет, о котором, наверное, мало кто знает, хотя знают многие, что в игре Injustice с недавнишних времен, ну как недавнишних, последние полгода точно развелось очень много читеров, они до этого были, но их было гораздо меньше, сейчас их стало очень-очень много, и чаще всего они используют в своем коде именно Бэтмена Бионда из мультсериала. Почему? Потому что есть такой чит, он используется для того, чтобы персонаж мог наносить суперудар третьего уровня сразу же после того, как он накапливается. Это автоматически все срабатывает, вы ничего при этом не сможете делать. И чаще всего на последних уровнях в 7, блин, как бы выразиться, в последнем поединке и в 5 поединках, да, вот так вот, я думаю, вы меня поняли, в Битву по Сети в самом последнем бою чаще всего вы увидите этого персонажа, потому что если вы его видите, то скорее всего это читер, и при накоплении Бэтменом Биондом суперудара третьего уровня, а вы не надейтесь, он его накопит, потому что его ставят всегда в конце, а как вы знаете, компьютер вначале выбирает первого и второго перса, а потом уже только последнего, либо первого и последнего, но в любом случае вы ничего не сумеете сделать, если не накопите в ближайшее время именно тот суперудар, который вам нужен, а это, ну, по его жизням, скажем так, суперудар второго-третьего уровня, как минимум. Поэтому, ребят, опасайтесь этого персонажа в Битву по Сети, потому что читеры им пользуются довольно часто, и, честно говоря, если со мной сейчас будет кто-то спорить, вы сначала реально поиграете в Битву по Сети чуть дольше, и я вас уверяю, вы увидите этих читеров. Так, что ж, в общем-то, наверное, это все, что я хотел сказать о суперударах и о том, как их чаще всего используют. Ах, и да, забыл еще упомянуть, что почему именно суперудар третьего уровня, потому что наносит 97 тысяч урона, это значит, что любого вашего персонажа вынесет с первого раза этот перс, и у вас уже будет противостояние не 3 против 3, а 2 против 3, а это уже гораздо серьезнее, скажем так. Поэтому, что ж, давайте перейдем сейчас непосредственно к экипировке. Экипировку я подберу, наверное, очень быстро. Ну, скорее всего, экипировка будет схожа с экипировкой, как я говорил, Бэтмена или Псиархома, но, возможно, что-то новенькое подберем. Посмотрим. Ну что ж, погнали. Что ж, возможно, многие удивятся, но я хотел бы посоветовать первую экипировку, это Алмазные Когти. Это экипировка Женщины-Кошки, но она реально подходит Бэтмену. Почему? 45% нанесения критического удара при основных атаках. Это главное то, что нам нужно, потому что если у вас есть критический удар, и нанесение этого критического удара 45%, это значит, что приблизительно практически каждый раз, когда вы будете наносить какой-то урон, у вас появляется критический удар, который будет составлять приблизительно, ну, я не знаю, там, 45% это сколько? Ну, где-то около 3000, наверное, так точно. Поэтому, ребят, пытайтесь, пытайтесь ставить эту экипировку, прокачивать его до 10 уровня 4 звезд. Редкость 3 звезды первоначально, но при прокачке 4 звезды выдается. И, конечно же, усиление урона второй особой атаки на 18% вам также пригодится, потому что Бэтмен и так наносит 77 тысяч плюс еще 18% сверху, и того уже вы сами представляете это, сколько получается. За вас сказать, ну, сколько это? Наверное, где-то 87 тысяч получится, поэтому это довольно-таки круто. Пользуйтесь этой экипировкой, я вам отвечаю, она затащит. Возможно, опять же, многие сейчас удивятся, но Клинок Бога Войны это, опять же, неотъемная часть экипировки для Бэтмена Бьонда из мультсериала. Почему? Усиление урона основных атак на 70% это то, что нам нужно. Потому что Бэтмен и так наносит не хило, так и урона, плюс еще 70% сверху, и вы понимаете, что... И критический удар, в общем-то, блин, я не знаю, персонажи будете выносить плохлеще, чем женщина-кошка моя в предыдущих роликах. Это очень-очень серьезный персонаж будет тогда, и вот эта вот экипировка вас спасает. Только ее нужно, опять же, прокачать до 10 уровня и 4 звезд, чтобы она работала на все 100%. И опять же, 45% нанесения критического удара при основных атак. И в той и той экипировке есть такая функция. Но она, по-моему, не работает. Я вот сколько раз не пытался, не спрашивал у людей, которые уже довольно долго играют, они говорили, что если и там, и там находится одно и то же, там, например, 45% нанесения критического удара в той и в той экипировке, то, в принципе, на одной экипировке эта функция работает, на второй не работает. Я не знаю, либо они объединяются, но второе маловероятно. Главное нам здесь это усиление урона основных атак на 70%. Что ж, даже не знаю, вот советовать, не советовать, но, блин, это ж все-таки карборундовый бэт-костюм. Это экипировка Бэтмена, и поэтому ее стоит, конечно же, носить на Бэтмане. Увеличение максимального здоровья на 22%, это не так уж и плохо. И самое главное, я не буду говорить при отключении особой атаки противника, там, 25% и так далее. Я скажу только одно. Усиление критического удара на 50% больше урона от критических атак. Это реально круто. Поставив эту экипировку и те две предыдущие, это просто будет, наверное, убийца. Я не тестил, конечно, но я думаю, если затестить этого персонажа, то это будет очень и очень круто. И последняя экипировка, которую я хотел бы посоветовать, это, наверное, это, наверное, заряженный диск. Это, наверное, заряженный диск, потому что экипировка статика, она для каждого подходит. Все-таки щит нужен каждому, и Бэтмену Бьонду из мультсериала он пригодится. Ну, мне кажется. Мне почему-то так кажется. Это четыре экипировки. Можно посоветовать еще несколько штук, но я думаю, четырех экипировок хватит для выбора, чтобы реально надеть их на Бэтмена и посмотреть, на что же он будет способен именно с ними. Я думаю, что он будет просто тащером, и вы без каких-либо проблем разберетесь с каким-либо персонажем в тех же битвах по сети и, в принципе, в других локациях, например, в обычных битвах. Что ж, и давайте перейдем уже к команде Бэтмена и кого же присобачившись к этому Бэтмену Бьонду, чтобы команда казалась сплоченной, сильной и без каких-либо проблем побеждала во многих боях, скажем так. Что ж, ребят, очень много персонажей, которые есть и которые подходят Бэтмену Бьонду, но, честно говоря, я выделил пока что несколько персонажей. Я скажу, наверное, около шести персонажей, которые реально будут подходящими для Бэтмена Бьонды, которые вам подойдут на все сто процентов. И первый, кого бы я хотел, наверное, вам порекомендовать, это Женщина-кошка. Я не зря и не просто так сказал повесить на Бэтмена Бьонда экипировку Женщины-кошки. Если у вас нет этого персонажа в команде, то экипировку Женщины-кошки на Бэтмена Бьонда анимированного вешайте. Это будет реально дополнением и таким неплохим. Если у вас есть Женщина-кошка, то, в принципе, есть и другие экипировки, которые вы можете повесить на этого персонажа, но при этом Женщина-кошка будет вас выручать и довольно часто. При том, что если Женщина-кошка наносит реально критический урон, а она наносит его, и при этом она наносит очень-очень быстро этот урон и может вырубить того же самого Супермена довольно быстро, без каких-либо проблем, то, блин, если этих два персонажа, а именно Женщину-кошку и Бэтмена Бьонда анимировано сплотить вместе, то это получится реально шикарная команда. Я думаю, вы представили сейчас, если каждый будет наносить критический урон, а этот критический урон будет больше, чем 4000, там около 6000, допустим, и, блин, это пара ударов, уже 20 тысяч, половина здоровья, в общем-то, я думаю, у вас работает воображение тоже, как и у меня, и это будет очень-очень круто, поэтому, ребят, пробуйте. Следующий персонаж, это не... ну, я не знаю, Найтвик? Найтвик, конечно же Найтвик. Почему именно Найтвик не у PCA2? Я думаю, несложно догадаться, это его из-за его истощения. Истощение у него реально шикарное, оно вам поможет. Например, Найтвик истощает, Бэтмен добивает, ну, в принципе, в таком же русле. Особенно это работает, например, в битвах по сети, где реально вот персонажи, они очень-очень долго накапливают свои суперудары, и Найтвик со своим истощением там вклинится на все 100%, а Бэтмен Бьонт из, ну, из мультсериала, тем более. Блин, все время хочу назвать Бэтмен Бьонт из анимации, поэтому все время вот такой вот ступор становится, когда я называю Бэтмена Бьонта. Что ж, это был второй персонаж. Третий персонаж, которого я хотел бы посоветовать, это Рэйвен. Да, обычная Рэйвен, я думаю, здесь тоже особо-таки разглагольствовать не стоит. Вы поняли, что это шикарный персонаж, особенно его пассивка. Бэтмен Бьонт наносит дамаг, Рэйвен не наносит дамаг, но благодаря своей пассивке она просто отнимает жизни. Отнимает жизни и все. Ну, блин, просто шикарнейший коллектив будет. Опять же, хотелось бы посоветовать Супермена Гудфола. Я не знаю, я, наверное, каждому персонажу советую этого перса, потому что с его экипировкой, с его пополнением жизни, а я советовал данному персу эту экипировку, я думаю, если вы посмотрите мои предыдущие ролики, я, по-моему, делал обзор на Супермена Гудфол, то там вы об этом всем узнаете. Да, это был последний, по-моему, мой обзор. Да-да-да-да. Если хотите, посмотрите, то если надеть экипировку на этого Супермена Гудфол, то при этом еще Бэтмену Бьонду добавить и Женщину-кошку, я не знаю, что это получится. Это, наверное, получится состав убийцы. Реально состав убийцы. Что ж, Статик. Статик, естественно, Статик, без него никуда. Опять же, я не зря посоветовал Бэтмену Бьонду анимированному экипировку Статика, потому что, реально, либо вы выбираете самого Статика, либо ставите ему его экипировку. В принципе, разницы особой не будет. Главное, что Бэтмен Бьонд будет в этом коллективе, он будет в нем участвовать. Статик будет сохранять, на себя брать атаку, например, а Бэтмен Бьонд будет отвечать атакой на вражеского персонажа. Я думаю, вы это поняли. Все-таки надо как-то, какую-то коллаборацию создавать между персонажами. В принципе, он вам, ты ему, в принципе, что-то в этом роде. Поэтому, такие вот дела. Конечно же, подойдет для этого персонажа и Флэш. Флэш довольно быстрый, наносит быстрый урон, поэтому я думаю, что два быстрых персонажа в команде будут также неплохим дополнением друг к другу. Опять же, хотелось бы посоветовать Убийца Мороз, потому что Убийца Мороз есть такая штука, как суперудар первого уровня, который замораживает. Замораживает, и пока Убийца Мороз заморозила персонажа, вы выбираете Бэтмена Бьонда, и он своим критическим уроном наносит по 6, там, по 5 тысяч урона персонажа без каких-либо проблем. И это не обычный урон. Обычный урон будет около 3 тысяч, плюс там критические удары, плюс 2 тысячи, поэтому я говорю, он целым урон, который может наносить Бэтмин Бьонт из мультсериала. Это довольно-таки интересно. Но это все, если вы поставите на него экипировку. Без экипировки персонаж очень-очень хорош, но с экипировкой он будет выглядеть в 2 раза лучше. Я думаю, вы это усвоили. И что ж, ну и конечно Шазам, но какая вот проблема с Шазамом? Шазамы не так легко достать. Я думаю, вы уже заметили, у меня на канале, я пытаюсь уже в течение полугода достать Шазамы из пакетов за 600 тысяч. У меня получилось прокачать Шазама до 50 уровня 3 элиты. Дальше у меня никак не получается это сделать. Поэтому, ребят, если у вас есть Шазам 50 уровня 7 элиты, пользуйтесь им, добавляйте его к Бэтмену Бьонду, и я уверен, он вам покажет достойный результат. Ну и для обороны, скажем так, для принятия урона, посоветовать могу, наверное, Бэйна, Думсдея и Лекса Лютера. Выбирайте любого. Кстати, если выберете Лекса Лютера, Найтвига вместе с Лексием Лютером не ставьте, потому что у Лекса Лютера и так есть функция истощения, и поэтому, ребят, выбирайте между ними. Либо Лекс Лютер, либо Найтвиг. Так будет гораздо лучше. А там уже ставьте кого угодно. Например, того же самого Статика, это будет реально круто. Что ж, вот такие вот персонажи. Я бы посоветовал таких персонажей. Ну, называть всех я, к сожалению, не могу, потому что это будет бесконечно. Бесконечно, да и, в принципе, все персонажи Бэтмену Бьонду не подходят. Я даже не называл Бэтмен Летпиархэма. Вы заметьте, хотя это мой один из любимейших персонажей в игре, я его не назвал. Почему? Потому что нам хватит и одного Бэтмена. Еще одного добавлять в команду, это как-то дико будет смотреться. Хотя, возможно, это эффективно. Все-таки Бэтмен Летпиархэма, он такой, ну, шикарнейший персонаж, скажу так. Так, если его выпускать в битвах по сети, с его суперударом второго уровня, имеется в виду с пассивкой, то я думаю, что вы побеждать в любом случае будете. Но, если у вас есть уже один Бэтмен, то лучше выбрать каких-нибудь других персонажей. Это мое мнение, а вы уже решайте сами. Что ж, ну и на этом все. Я, конечно, могу еще рассказать о том, какие карточки применяются к этому персонажу, но от толку. Я думаю, все и так знают вспомогательное улучшение. Это здоровье Бэтмена Альфред, это Оракул. В принципе, об этих карточках я говорил. Еще раз о них говорить я не вижу особого смысла. Что ж, подведя итоги, могу сказать, что все-таки Бэтмен Бьонт, он создан для нанесения урона. Да, если у вас есть Бэтмен Бьонт из мультсериала, да и, в принципе, давайте говорить уже о обычном Бэтмене Бьонде. Они чем-то схожи, как бы сравнивать их можно. И тот, и другой, они созданы для нанесения урона, поэтому вешайте экипировку на них, которая наносит критический урон, которая дает вам шанс нанесения критического урона. И дерзайте, потому что реально вот эти вот персонажи, они будут мощными, они будут мощными, они будут востребованными. И благодаря этим персонажам вы будете реально тащить в игре Инжастис без особых проблем. В свое время Бэтмен Бьонт из мультсериала не раз помогал мне выигрывать тот или иной бой, но тогда я не помню, я либо не увлекался еще нанесением экипировки на персонажей, либо вообще экипировки еще не было, поэтому такие вот дела. Что ж, на этом, наверное, все. Опять же, голосование будет в группе на следующего персонажа, за которого сделайте обзор. В комментариях, ребят, в комментариях. Вебка опять лагать, наверное, начала, но с этим я ничего не могу поделать, потому что моя камера, она разряжена. Она разряжена и приходится записывать таким образом. Но я надеюсь, никого не смутило то, что я немножко там подлагивал. Главное то, что картинка самой игры была более-менее нормальной. Что ж, все, на этом все тогда. Давайте собираем 500 лайков, 500 лайков, и я сделаю следующую серию, да, в скором времени. А не на следующий день не обещаю, потому что реально каждый день снимать обзоры, это, ух, как жестко будет. А так, 500 лайков, и в скором времени выйдет следующий обзор на персонажа, которого выберете именно вы. Поэтому накапливайте 500 лайков, и персонаж, за которого вы проголосуете, выйдет в скором времени. Что ж, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!